Здарова солнышки! Недавно вышло дополнение к шестому фар краю про безумие вас и люди, ну как люди, садисты попросили в это поиграть. Я вам предлагаю договориться по хорошим. Показываю пару фокусов в третьем фар крае и мы в расчете. Тем более, что многие познакомились с франшизой именно с этой частью, а я ни одного видоса не делал, как так? Но в 2012 году вышло 10 лет почти прошло, самое время. Впрочем, кому интересно, у той DLC действительно есть плюс, если пять раз ее пройти на разных сложностях, то откроется ролик со старым Ваасом на необитаемом острове. Видимо, он все-таки выжил после событий третьей части, но лишь для того, чтобы умереть после анонса седьмой. И Мячик спросил Вааса. Ваас? Да. А что мы будем жрать? Ваас улыбнулся. Ему понадобилось прожить 75 лет. Ровно 75 лет, минута в минуту, чтобы дожить до этого момента и с уверенностью ответить. Мы будем жрать дерьмо. Я колись сказал, тебе еще такое божевилля. А сорока восьми годами ранее? Проиграетесь самолетов, летаем. Вашему вниманию молодой, 27-летний Ваас, еще пока не выживший до конца из ума, но вот прям стремящийся к этому каждой клеточкой своего тела. Заткнись, блядь! Ладно. Ты меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я бы для сравнения поставил вам английскую озвучку, но фишка в том, что в стиме при приключении языка на английский меняют столько текст. Озвучка нет. Не то слово. Кто в третий Far Cry не играл, тут замес в том, что богатые детишки приехали поразвлекаться на остров необитаемый, вернее, с самолета спрыгнули не весь куда. Их поймали. Теперь требуют выкуп. Хорошо, что есть здоровенный брат, который вот убивает врагов просто головой их об бамбуковую клетку постучав. А вообще, дети, лучший способ избавиться от трупа, это скормить его свиньям. Свинок надо не кормить несколько дней, после чего они сожрут что угодно за милу душу. Хорошо, вот кайти ограбили, да, и вот все награбленное в одной куче лежит, это такое, я свое забираю, а остальное оставлю. Брось камень туда. Кленики сбежали! Я не опасен. Только толпой можете, крысы. Нет, току! Лее, куда прешь? Эй! Я не знаю! Ха! Нет, брат, это за что? Брат, вставай, не лежи! Дыши! Беги, Форест! Беги! Блядь! Мы сейчас поступим по-другому. Блядь! Кто бежит? Куда бежит? Я не вижу вас! Я вижу только ужас в твоих глазах! Ладно, ладно, бегу. Блядь! Не матерись! Дети смотрят! Дурак на главном герое. Не слушайте его. Куда ж ты стреляешь? Ах, собачки! Ах! Ах! Но черная рука всегда спасет тебя. Фар край! Три. Что за черт? Он нам набивает говеную татуировку. Надо пресечь на корню. Ножичек. Ты вправе забрать мою жизнь. Так. Но и я вправе забрать твою. Так. А говеная тату ты мне зачем набил? Вообще он только по женщинам ножом попадает. В конце игры поймете. Человека, который сбежал из лагеря Маса! Ура! Плотный привет, ребята. В мой набег. Я мог бы выбрать любой из них. Но моя душа принадлежит одной. Мне? Ты же хочешь спасти брата, да? Ой. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Не, это в Америке. У нас говорят один раз не... Ну ладно, давай. На самом деле вы все неправильно поняли. Он деньги на оружие дал. Вот. Кольт 1911. Я пока не знаю, как пистолет поможет нам на радиовышку забраться. Но раз гид говорит, значит надо. Откуда у Юбисофт такая любовь к вышкам? Ну, изначально, вот конкретно в третьем Фар Крайе, это действительно было забавной идеей. Ты открываешь вышку, у тебя открывается участок карты заблокированной, плюс у тебя новое оружие появляется. Хочешь ли ты открывать вышки? Есть у тебя мотивация? Есть. Вот так это и работало. Пролеты камер на миллион долларов. Кстати, халупу показали, спасибо. А еще на тросиках весело кататься было. Ну весело ж было, ну скажите. Благодаря включенным тобой радиовышкам я снова могу выйти в интернет. Спасибо, брат. Че? Бля, ей 12. Подчини природу своей воле. Я научу. Подчинение природы в его понимании это сбор листиков, шкур животных и крафт из них всякого говна. Еще татуировка открыла невероятные способности в главгерое. Да, скорее всего, ее набили грязной иглой, и он умрет от заражения крови вскоре, но пока он сверхчеловек. И глянь, как светится. Сейчас, погодь, мама звонит. А на острове Ног. Ах! Значит, будем драться. Драться, я напоминаю, никто ни с кем не будет. Видео без агрессии. Итак, мы в мире животных. У нас идет первый захват аванпоста. Ребята на нем что-то в глаза похоже долбятся. Хорошо, если в глаза. Итак, скрытые атаки ножом. Анимация проигрывается примерно, когда вы находитесь за 2 метра от противника. Это так надо. Это для облегчения задачи, потому что если бы нужно было краситься, что-то там это было бы неинтересно. И, тем временем, синие портки поднимаются к небу. Аванпост захвачен. Ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. Можно меня не лапать? Спасибо. Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Ее здесь нет. Как и хорошие озвучки, впрочем. Все лагает. Я бы не сказал, что ситуация какая-то внештатная. Такое довольно часто случается в моих видео. Но, в общем, я открывал вышки. И на 12-й произошло вот это. Происходит это, потому что 11 вышек находятся на первом острове. А 12-й остальные вот на этом острове. На втором, который никто не любит. Нам сейчас нужно поохотиться, шкурно добывать животных. Не то, чтобы я не мог это сделать фокусом, но так интересней. Мужики петушка заперли. От нее люди, сука. Ты свободен, петушок! В атаку! Да не меня, идиот! О нет, они расстреляли мистера петушка! Герой пал! Проверка искусственного интеллекта. Не пройдено. Проверка на огнеупорность. Пройдено. А проверка на жопу! Вообще, вон посты было интересно захватывать. Ладно, ладно, я обещал охоту. Давайте. Сука, собачки! Да помогите, че стоите, мужики, блядь! Я ну с одной РПГ, конечно, воевать тяжело, я вам так скажу. Я изготовил специальные шприцы с тупорылой акулой, которая помогает видеть животных за километр. И вы скажете, нереалистично, такого не бывает! А это, что по-вашему? Фотошоп? Дикие динги! Так, стоп. Я че, с РПГ промахнулся? А ну заткнись! Ауч! Ле, куда прешь? Мои динги, поняли? Ля какие! Бу-ху-ху! Такого удара они явно не ожидали. Смотри! О, он даже выжил! О-о-о! Молодец, друг! Я так понимаю, теперь ты сражаешься на нашей стороне. Ручные наемники, вот это нововведение, конечно. Вот это лазер-шоу у меня че-то не нравится. Меня он точно взберет! Жаль им диалоги из первого Фар Края не завезли. На тебе, подсрачник! Ну как враги! Ладно, все, хватит игру насиловать, мы такое никогда не пройдем. Крабики в третьем Фар Крае. Крабики в шестом Фар Крае. Вы спросите, откуда у тебя столько денег на старте игры? Ну мы же за мажоры играем, правильно? Вообще, я не помню по сюжету, кто там у них богатый был, кто бедный, а хоть с 10-го прохождения эти рожи противные не запомню, поэтому мне поебать. Вообще, удивительно, как спустя много лет осознаешь, насколько приятное было оружие в третьем Фар Крае. Как было с него приятно стрелять, какой был звук! Понимаете, здесь у паяльника истории больше, чем у всего оружия из нового Баттлфилда. Я, кстати, еле успел назад его в стиме сдать, а то было бы минус 5000. Вот пулемет в этой игре, он даже не нужен, там враги и так стонут, будут громче стонать. Вот это одна из лучших игр того десятилетия. Это вам не тики-токи смотреть? Тупость. Это когда человек не понимает снова и снова и снова. Тумая жопой. Это, блин, тупость. Знаешь, у меня есть друг, рекидают тупые тик-токи. Бум, достал. Но знаешь, ему пофиг. Сидел виднями, смотрит и смотрит свои реки. А потом берет и кидает самый конченный видос. Снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова думая, это будет смешно. Не-не-не-не, стой! Это смешно, братишка. Я не хочу смотреть твои видео. Окей? Ты хороший парень, нехороший друг, но знаешь, нахуй! Окей? На-хуй! И ты написал токсик. И это тут не я, ебаный токсик. Это я не 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 Я ведь тебя предупреждал, бич. И попробуй еще хоть раз скажи, что я милашка. Достал меня, сукин сын! Вашему вниманию дом прикольного деда. Он ест грибы, поэтому не ворчит, как я. Нравится что-нибудь? Мне лично нравится красное. Пурпурное поднимают настроение, хотя тут все отличные. Довольно странный грибник. При условии, что они не растут на тропическом острове. И еще он спас одну из наших подружек. Дейзи, помо ее зовут. Здесь в общем сбор друзей будет на ближайшие несколько часов. Конечно стать таким из-за грибов или стать таким из-за старческой деменции каждый для себя сам выбирает. Это не западные утесы. Ай! А какие блять утесы? Ну все, приехали. Кукуха уехала, клоуны остались, те родители шо говорили, мухоморы не жрать, ты че кабанчик что ли, чтоб грибы дикие есть? Нас мухоморы до добра не доведут. Нет, нас мухоморы до добра не доведут. На самом деле все это было во благо ради голубого гриба, из него доктор сделает противоядие и наша Дэйзи не сдохнет. Да где же они? А да. Я же съел. Ты че охуел? Я его ненавижу. Во, во, видите, это все из-за грибов. Вообще миссия двоякая, с одной стороны тебе нужно ползать по стелсу искать какие-то ключи, но с другой стороны сюда потом приезжает тысяча врагов и ты можешь их всех взорвать. Красиво? Красиво. Вас, 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 пидарас. Удачи. Вас! Ты где? Мы приведем тебя. Ну че? Да выпендривался умник? Я тебя в катсценах спасти не могу. Кстати, из-за катсцен спидран по этой игре три часа длится. И просто не скипаются. Да. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ведь без семьи кто мы такие? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз. Они говорят мне, говорят, вас, вас. Кому, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как как будто блядь мне еще нужно выбирать? Я выбираю пиццу. Кстати, зажигалка твоя дерьма. Я удивлен, насколько криво отстроен звук в русской озвучке. Это просто невероятно. Здесь музыка громче, чем вас говорит. Сейчас мы бежим, чтобы спасти Лизу, для того, чтобы у Дейзи было с кем поговорить, потому что когда Дейзи не с кем разговаривать, у него появляются мысли, затем она начинает их думать, затем пространство разрывается и всех туда засасывает. Спокойнее, Лизочка, спокойнее. Аккуратно! Лиза, за руль! Черт, не заводится! Попробуй клитор, я помогу! О, гранатомет! Сложно описать! Кажется, мы эту миссию из первого Фар Края спиздили. Не дергай руль! Ты мешаешь! Что ты на нее орешь? Она в следующий раз вообще не заведется! Да так! О, видите, как я и говорил, они очень рады друг другу и теперь сингулярность не прорвет пространство, вернее, дырка, ну их нахуй! Да, да, главный герой, помимо всего прочего, еще и мастер по силовым головкам. Вы не знали, это отдельный вид спорта. напомни, а почему я, не ты? Я даю зажигание! Это ты о чем? Рано тебе еще знать, о чем мальчик! Вырастешь, поймешь! Си, покосую головку крути и не умничай! клево! Алло? Дэйсон, я не могу тебе дозвониться. Ты как? Я попался Васу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра, ты готов? Цитра, я готов! Цитра моя, цитра заметила твой пыл. Как к ней подкатить? Выпей, и ответ придет сам собой. А, да? А это не опасно? Тебе говорит страх. Не. Тогда пей. Сука, да как у тебя это получается? Давай, попробуй переспорь этого алкаша с лавки, я посмотрю. С этой струи цитры выносят похлеще, чем с грибов деда. О, а вот и твои товарищи, дружище с днища ебаного. Может у тебя вещи и сон? Они умерли, их можно не спасать и уже это закончим, не? Ты чего такой неласковый, а? Ой, не смотрите. Хотя, вообще это, конечно, небольшие спойлеры, но по сравнению с теми, которые говорю я, они маленькие. Итак, вашему вниманию легендарный ножик хуежик из Counter-Strike со скином за 10 тысяч долларов, такого ни у кого нет. Ха-ха, школьник повелся, прямо как из сна. Да, да, добро пожаловать в город алкашей. Я не укушу. Я все не кукушу. Слыхала белоснежка? Да иди ты со своей белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. Хорошая вы мне погоняла, дали, суки, нелюди. Хорошая игра. Хорошая у тебя сигара. Можно за ним проследить, но аккуратно, если очень сальные намеки делать, то он испугается и убежит. Че б ты думала, я за ним полз, дура. фига ты. Боже. Вряд ли. Пять секунд. Джейсон, Джейсон бродит. Правда? Да. Так ты белоснежка? Да или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Ладно, шучу. Ура, миссия с огнеметом. Фламменвершер. Эту красоту изобрели во Фрифлянде. Едем сжигать поля. Я думаю, вы помните, что во время этой миссии такая крутая дабстеп-песня от Скриликса играла? Охуеть, как круто! Охуеть, как круто! Еще кручка эти копирайты от Warner Music прилетает на видос вот за это музло. И ведь Юбисофт, ну сделали нормальный Far Cry и все равно обосрались. Обожаю огнемет. Немцы знают, как надо жить. Ты теперь знаменит. Что насчет белоснежки? Да он вообще никому в хуй не впился. Вообще. Конечно не впился, дружище, тебя сто человек вооруженных охраняют. И выйди, посмотрим. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой кончит. Я понятно говорю? Понятно, я бы даже сказал членораздельно. Спасаем очередного дермоеда из их компашки. Можем ли мы отказаться? Нет. Я на стадии монтажа потом подумаю, показывает ли вам каждый выстрел или все-таки пощадить. А вот помните миссию с лодочкой из первого фаркрая? Я помню. Вы тоже должны помнить, потому что я недавно записывал первый фаркрай с фокусами и не дай бог вы пропустили этот видос. чел с пулеметом радуется, что победил вертолет. Счастливое женское воссоединение. У меня шнурок развязался, погодите. Я сам не умею. дружище, те с таким юмором к нам на ютуб. Добро пожаловать. Нет, я была контрабандистом и капитаном корабля. Я побала в ловушку, шакал продал меня. А вот вам лучше наверное на твич. Найди его. Сделаешь и мы с тобой в расчете. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Это выкуп закита, понял? Вали. А помните те древние мемы про ножик хуёжик? Я тоже нет. Еще с этим ножом наверное дрочиво на два с половиной часа геймплея. Фокусы сломались, миссии не скипаются, работой не нелюдь. Лук, как известно, самое стелсовое оружие в игре, поэтому я буду хуячить разрывными. А где прицел? Ладно, не очень-то он нужен. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. Здорово, солнышко. Это шутка? Шутка я считаю удалась. Теперь мы по крайней мере знаем причину затопления Титаника. Не-не-не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Ну давай, засовывай. Я отказываюсь. Я буду играть с компасом, который я нашел на корабле. Самое смешное, что этот баг сам не знает, где этот ножик-хуёжик находится, при этом отправляет в разные пещеры каждый раз и потом обижается, что мы не нашли. Я телепорт сделал, пиздоболочь! Играем по стелсу, вообще Вити не видит. А, вот ты где. Естественно срабатывают древние огненные печи, теперь вы понимаете, что чувствовали. Булочки, когда их запекали. Рождение новой жизни. А? Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Начало кит. Хм, ладно. Да, да, давай, давай. Я достану мальчика из подвала. Вы думали, это все рофлы? На самом деле нет. Все в порядке, все в порядке, старина, спокойствие. Злой дядя ушел. А, нет, вот он. в порядке, выйдем. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Вообще, у нас четыре слота под оружие огнестрельное, оно похоже, но похоже, вот без этой драки на ножах ничего не вышло. Я тот еще токсик, блядь. Кого? Конечно, ты че? Братан, че с тобой? Долго рассказывать. Ее в жопу ебали. Какой отсюда вид? Я пошутил. Джейсон, мы собираемся напасть на конвой с преднами васа. Ок, нападайте. Какого хрена я опять должен им помогать? Почему из всех людей на острове они опять взяли меня? Индейцам помоги! Своих друзей дегенератов спаси! Вас пососи! Стоять! Я у вас машину возьму. Сам лох. Иду на таран... Ой, не, я передумал. Вася! Я иду. Смотрите, 360 ноу скоуп. А! 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 А, я наверное не попал недостаточно близко, понимаю. Ох уж эти снайперские винтовки. Вася! Выходи! Зеро пейк! Я тебе говорил, что такое безумие. Не, не говорил, ты нам что-то про тиктокин на... Я та самая отважная глиста, которую никак не вывести. Там уже стреляли в него, топили. Че только не делали, оно все лезет и лезет, лезет и лезет. Ну, или можно было провести аналогию с тем андроидом из Детройта, который собрал себя сам и вылез из помойки. Но это было бы слишком благородно для Джейсона. Мне тоже интересно, где он все эти трупы взял, если там человек десять в яме лежит, но ладно. Подлые пираты отобрали наши вещи. Мы должны защитить нашу честь и поставить вот эту вот мину им под сраку. Оп, скрытое убийство, скрытое убийство, все по стелсу. Так, мина. Я не вилку, а поставил ее. Мы же еще ни одной миссии с машинками не выполнили, тут и гоночки на квадроциклах есть. И вот можно лекарства доставить в отведенное время. Главное соблюдать правила дорожного движения, когда несешь столь ценный груз. Правило звучит так, лучше пропусти меня на дороге, иначе нам обоим пиздец. Ловите меня, не слышу спасибо за вот это вот. Усука. Из него все слезы вылились, но было уже поздно. Цитра, цитра, я нашел твой нож. Ты, блядь, тру-ля-ля и тро-ля-ля съебитесь с дороги. Опять бухать. Вы тут все кафедру алкоголических наук оканчивали, да? Не поверишь, дружище, это концерт Трэвиса Скотта в Far Cry, вот это да. Теперь главное, чтобы нас его фанаты не задавили, а то их плохо видно в темноте. Кстати, этого чувака мы будем в любом случае бить луком, даже если полный арсенал оружия есть, все равно луком и стрелами, взрывающимися правда. Вот как выживали люди 60 тысяч лет назад, луком и стрелами богов побеждали. Не то, что вы сейчас со своими пукалками друг по другу стреляете и все, умер. Там что-то Цитра пытается рассказать, вообще поебать, что она говорит, не слушайте, мы с ней не пойдем. Слезь с меня, ведьма, моя жизнь принадлежит арте. на той стороне острова вас свердера войны ракья и я приведу вас в клаве. Ага, потом ты проснулся и пошел в школу. Ладно, на самом деле мы идем крушить васа, потому что это же он виноват во всех бедах, правильно? Он самый главный гад. Вообще не он, а хрен со второго острова, но мне уже лень рассказывать, поэтому пусть будет он. какой-то хреновый сюрприз, честно. Нет, оставьте мошонку в покое. На ней весь сюжет держится, весь юмор этой игры и моего канала. Если вы ее заберете, я, я все. Колбас, выходи, выходи, подлый трус. Ай, меня подстрелили. Ладно, давайте чуть-чуть повоюем. Но они даже не сопротивляются на дефолтные сложности, они, как актеры, просто выбегают и падают. Все, скрипт. Ладно, хватит уже время тратить в пору кончать, друзья мои. Мы уже и так достаточно поиграли. Ну, как мы? Я? Вы-то увидите от этого одну десятую, наверное, я не знаю, все геймплея, ну и пофиг. Кстати, Ubisoft примерно так же рассуждали, когда вот создавали Вааса, там сколько с ним катсцен, 4 за всю игру, 4 катсцены с Ваасом, и он еще и не главный злодей оказывается. Ну и залупа. Она мне не понравилась, брат, честно. Знаешь, нет лучше товарища, чем очко влагалище. Ты думаешь, меня уговаривать нужно? Я-то знаю, что тебя никак не спасти, дружище. Ты заскриптован на эту смерть, и ты подсылаешь сейчас маленьких Васиков фантомных, но они тебе не помогут, потому что вот эта машина, бычара, за которого мы играем, он слишком зол. Не, ну юбики молодцы, вот на третьем фаркраем они хорошо постарались, и они, кстати, были издателем первого фаркрая, как раз две моих любимых части, они похожи, тропики, мутантов только нет, но за мутанта я сойду. Если вы мои видео давно смотрите, то, наверное, поняли, что я же могу любых персонажей озвучивать, любых монстров, хентай. Да победил, победил, психически больного отпиздил, красава, чел. Нет, мы выяснили спустя 10 лет в шестом фаркрае, что он все-таки выжил с оси. Вообще, это была идеальная идея для доения, сделать фаркрае и приквел к васу, но они сделали просто DLC-шку, окей. Ты в порядке? По мне, не видно, что нет. Конченый. Прости меня, любимая, я конченый, я конченый, я конченый, я конченый. Какое же я чудовище! Теперь мы все-таки должны свалить на второй остров. Я понимаю, что всем насрать, я понимаю, что все сидели и хотели вааса, я понимаю, что все хотели бы видеть вааса конечным злодеем, но, к сожалению, не конечным, а конченным злодеем является какой-то чел в пиджаке, которого зовут Хойт, это якобы из-за него вааса шел с ума, и вот теперь мы должны поехать на второй остров, который полон его наемников, и, собственно, его прикончить. Это еще там геймплея на два часа, абсолютно неинтересного геймплея, от него тянет блевать, поэтому, скорее всего, я сделаю очень смешную нарезку, как обычно. Мы все повеселимся и пойдем пить сок. Держись, брат, я еду! Эффектное появление. Это тот агент, который нас взорвать хотел, он теперь паяльником, как в Баттлфилде, чинит самолет. Гениально. Что-то я часто бесплатно про Баттлфилд говорю. Сука, да быстрее ты свой пепелас чини, уже вон это утро настало. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, стурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты уверен, что это сработает? Поверь мне, просто раскинь руки, это сработает. А зачем так орать? В России! Так, по-моему, он еще на этом втором острове должен брата спасти. То есть, старшего он проебал, младший, по сути, остался здесь. Если вам действительно это было интересно, то напишите в комментариях, я извинюсь, потому что я это не буду показывать. Наказан. Мужики, мужики! Как дела? Я в упор меня не вижу, вот долбоюбы. Я представляю, что происходило на минимальной сложности, они бы, наверное, руку тебе пожали и дальше бы стояли. Здесь подпись к максимальной сложности хуже малярии, но де-факто хуже малярии оказался шестой фар край. Офигеть. Здоровый хрен существует. Кэш, а ты что думал? В здоровом хрене необходимо отыскать бритое яичко. Ему нужно напеть первые ноты гимна Америки, чтоб наемник понял, что мы вот от того ЦРУшника, который на самолете полетел в Россию. Ой, похуй. Иду ва-банк. Нет уж, дальше без меня. Пасую. Да погодите, я даже карты свои не видел. Туз там че-то. Ммм, надо же, победа. Че-то по их лицам судя, они не рады твоей победе. Мне надоело. Я выхожу. Я устал. Не хочу играть в покер. Дебил лысый. Покер это тебе не дрочка с пушками, тут думать надо. Тихо, 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 мужики, я не с ним, честно. Вы видели его вообще? Его башка только на шар для боулинга сгодится. Сдающий слева, так? Так. Думаю, он пропускает сдачу. Сука, бесполезный. Я ж говорю, я не с ним. А ловко я хоть обманул, да? Я на самом деле с лысым был. А потом как бы его в расход пустили, а меня нет. Видали, че умею? Там полная комната охраны, вооруженная, а я тут в каратэ играю. Нет, серьезно, он без оружия убил всех. Только ножами, вообще всех. После того, как мы грохнули пирата Хойта и всю его шайку и спасли младшего братика, мы возвращаемся на остров к Цитре. Я только поэтому не оффал, только вот ради концовки, собственно. Мы возвращаемся, и наш Джейсон должен доказать в последнем испытании, что он действительно предан вот этому вот племени Ракьяты, он действительно настоящий воин, и совершить следующий поступок. Или это не сейчас будет? А когда? А, вот, да, она говорит, что ты слушаешь последнее Татау, короче, эти дикари, помните доктора Грибнова, они, короче, его фактически грохнули, и всех, кто сидел в пещере под его домом, всех друзей, короче, приволокли сюда. Зачем же? Вопрос, конечно, хороший. Я, как могу, выдерживаю интригу, не рассказываю, чем все закончится, потому что вдруг найдется один человек, который смотрел это видео до конца, ему действительно интересно, чем все кончится. Да, 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 давай мой ритуальный ножик-хуежик, сейчас будем заканчивать. В общем, дикари всех притащили сюда, для того, чтобы наш воин совершил последний обряд вступления, вот этот Ракьяты, собственно, порезал своих друзей. Те, кто повелись на душистую пизду цитры, получили плохую концовку, потому что после совокупления эта коричневая самка-богомола убивает ритуальным ножом главного героя, принося его как барашка в жертву, и сосо. Мы же, как разумные люди, друзей, тем более пятерых, так и на сиски не меняем. Тут ты и мальчики, и девочки, убирай кого хочешь. С насилием покончено. Все. Да, иди нахуй. Хватит крови. Джейсон. Иди нахуй. Посмотри на меня. Иди нахуй. Будь со мной. Иди нахуй. Они тебе не нужны. Иди нахуй. Твоя сила в тебе самом. Иди нахуй. Джейсон, я люблю тебя. Иди нахуй. Что ты делаешь? Ты тоже иди нахуй. спасла меня. Спасла всех нас. Так. И ты отвергаешь ее любовь. Я же, помните, в начале говорил, что он только по женщинам ножом попадает. Фу. Фу, очкарик. Только девчонок и можешь побеждать. Фу. Ну, цитрочка, ну, солнышко, ну, пойми, ты либо нас, либо мы тебя. Я люблю тебя. Это пиздеж. Не бросай меня. Мне жаль. Мне нет, я не хочу умирать. Ты хочешь? Давай, пиздуй во вторую концовку, брат, я тебя не держу. Ну, вообще, их ребенок, вот которого они зачинают во второй концовке, должен возглавить племя, а теперь оно осталось бесхозным, вот мы пришли и все разрушили, как все было хорошо. Цитра. Цитра, пожалуйста, не бросай меня, Цитра. У меня аж игра рябить начала от того, какой он симп. Цитра, пожалуйста, нет, не бросай меня. Хорошо, что у них в племени еще медицину нормальную не изобрели, они по дорожникам лечатся, поэтому он ее вообще никак не спасет. Ну, собственно, вот мы убили Цитру, ее брата Вааса, Ваас, как выяснилось, выжил, это, ну, вряд ли, после прямого ножевого ранения еще и такой извилистой хуйборой. Постарались они на славу, конечно, создавая этот нож, но получается, все, можно уже начинать плакать, печальная концовка, как все закончилось, это же цитра богиня. Я чувствую гнев внутри себя. Угу. Но я... Ты продолжай, продолжай. Спокойно, где-то внутри меня есть что-то. Что же? Что-то лучшее. Походу, ты беременный, братан. Вот это поворот, согласен. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. Про третий Far Cry поговорили. Видос, я надеюсь, не на час получится. Я понимаю, сейчас видосы редко выходят, вам на час только в кайф, но все же. Какая-то мера все-таки должна быть у продолжительности видео. Что дальше записывать подумаем, ну, а по всему все. Большое спасибо за просмотр, обратите внимание на описание под роликом, там ссылочки на соцсети, плейлисты, вступайте, подписывайтесь, смотрите. Ну, а я с вами прощаюсь, но ровно до следующего видео. Как всегда, спасибо за просмотр, ну и как обычно, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok